Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей четвертой лекции Канонический ансамбль распределения гипса Основные вопросы, которые мы сегодня будем рассматривать Первое. Скоростные и энергетические микросостояния Второй вопрос. Определение канонического ансамбля Третий вопрос. Распределение гипса и каноническое распределение Четвертый вопрос. Нормировка распределения Пятый вопрос. Вычисление средних Шестой вопрос. Статистическая сумма седьмой фруктуации До сих пор рассматривался микроканонический ансамбль, когда можно было избежать анализа микросостояний частиц по скоростям, поскольку равновесие число микросостояний Частиц по скоростям, очевидно, одинаково и равно максимальному Числу микросостояний, совместимых с условием постоянства Полной энергии. Основными положениями, которые позволили Изучить свойства микроканонического ансамбля, была эргогическая Гипотеза и постулат равновероятности. Теперь необходимо изучить Распределение микросостояний частиц по скоростям. Заметим какую-либо частицу и будем изучать ее скорость как в одной из систем ансамбля, в различные моменты времени, так и в различных системах ансамбля, в один и тот же момент времени. Изучение скорости частиц дает также полную информацию о ее кинетической энергии. Совершенно очевидно, что скорость и кинетическая энергия частицы меняются в результате столкновения с другими частицами. Таким образом, частицы в разных системах ансамбля находятся в различных состояниях по скорости и энергии. Если же следить за ней в одной из систем, то с течением времени ее микросостояние по скорости и времени будет изменяться. Задача заключается в том, чтобы определить эти скоростные и энергетические микросостояния. Рассмотрим скоростные и энергетические микросостояния частицы, которые представляют изучаемую в данном случае систему. Но эта система теперь не замкнута, поскольку она обменивается энергией с другими частицами, составляющими вместе с ней замкнутую систему. Совокупность замкнутых систем составляет микроканонический ансамбль. Совокупность соответствующих незамкнутых систем называется каноническим ансамблем. Таким образом, отдельная система канонического ансамбля является частью большой замкнутой системы. Отдельная система канонического ансамбля составляет часть большой системы не в пространственном смысле, а в смысле в состоянии по энергиям и скоростям. В пространственном смысле эта часть может совпадать по всей системе. Отдельная система канонического ансамбля может содержать как одну, так и много частиц. Важно лишь, чтобы число ее частиц было значительно меньше числа частиц большой системы. Энергия различных систем канонического ансамбля различна. Проблема состоит в определении вероятности различных энергетических состояний систем, принадлежащих каноническому ансамблю. Ее решения дают полную информацию о всех состояниях в системе канонического ансамбля, поскольку совокупность состояний с одинаковой энергией составляет микроканонический ансамбль и уже изучена. Отдельная система канонического ансамбля называется канонической системой. Из определения канонического ансамбля следует, что при анализе распределения систем по энергиям в каноническом ансамбле речь может идти не только о кинетической энергии, но также и о потенциальной. Каноническую систему для упрощения выражений назовем подсистемой, а систему, частью которой она является, системой. Еще раз напомним, что система принадлежит микроканоническому ансамблю, и ее постоянная полная энергия равна эпсилон на любой. Пусть энергия подсистемы – эпсилон альфа. Энергия оставшейся части системы при этом равна эпсилон ноль минус эпсилон альфа. Данное состояние подсистемы – одно из конкретных микросостояний. Наряду с ним могут существовать и, как правило, всегда существуют другие микросостояния системы с той же энергией эпсилон ноль. Поскольку полная система принадлежит микроканоническому ансамблю, все ее состояния равновероятны. Обозначим, г нолевой системы – это состояние полной системы. Вероятность каждого из состояний равна 1 деленой на г ноль. Данное состояние системы осуществляется посредством многих состояний полной системы. Обозначим число этих состояний г альфа. Тогда для вероятности того, что подсистема находится в состоянии с энергией эпсилон альфа, по определению вероятности в микроканонических ансамблях можно написать ру альфа равно г альфа деленной на г ноль. Это формула номер 1. Где г нолевой равно г нолевой от эпсилон нолевой. Полное число микросостояния системы. А г альфа от эпсилон ноль минус эпсилон альфа – число микросостояния полной системы, посредством которых осуществляется состояние с энергией эпсилон альфа у подсистемы. Для практических применений формулу 1 целесообразно преобразовать к иному виду с помощью очевидного состояния а равно экспоненциал лн а. Эта формула может быть переписана в виде формулы 2. Энергия эпсилон альфа имеет ничтожно малое значение по сравнению с эпсилон нолевой. А логарифм является очень медленно меняющейся функцией, особенно при больших аргументах. Поэтому лн г альфа можно разложить в ряд Тейлора в точке эпсилон ноль, ограничившись в разложении линейным по эпсилон альфа членам, то есть формулу можно написать в виде 3, где лн г альфа от эпсилон ноль – число микросостояния полной системы, посредством которых осуществляется состояние с нулевой энергией, у рассматриваемой под систему. Ясно, что это число не зависит от эпсилон альфа, то есть лн г альфа от эпсилон нолевой равняется г альфа ноль. Кроме того, совершенно очевидно, что с увеличением энергии число микросостояния растет, то есть г лн г альфа эпсилон нолевой от д эпсилон ноль больше ноля, поэтому бета больше ноля является постоянной, не зависящей от эпсилон альфа положительной величиной, поскольку в качестве подсистемы может быть выбрана любая небольшая часть системы, а также любая небольшая часть любой подсистемы, и для всех них бета в соответствии сказанной имеет одно и то же значение. Мы заключаем, что бета является фундаментальной характеристикой как канонического, так и микроканонического ансамбля, в который входит рассматриваемая полная система. Этой фундаментальной величиной является температура, с которой бета связана простой формулой. С учетом 3 и 4 формула 2 принимает вид, то есть ρα равняется АЕ минус βεα степени. Пятая формула, где А постоянная. Формула 5 называется распределением гипса, она решает поставленную задачу. Эта формула называется также каноническим распределением. Необходимо еще раз отметить, что здесь ρα является вероятностью того, что состояние подсистемы с энергией εα. Состояние подсистемы с одной и той же энергией εα принадлежат микроканоническому ансамблю, и, следовательно, они равновероятны. Поэтому, если их число равно gα, то вероятность ρεα того, что подсистема находится в состоянии с энергией εα, по формуле сложения вероятности равна следующей формулы, то есть 6. Если распределение энергетических состояний непрерывно, то обозначая dgα седьмой формулой число микросостояний, лежащихся в интервале энергии между εα и εα плюс dεα, можно написать в виде формулы 8, где d ρεα – вероятность того, что подсистема находится в одном из состояний с энергией между εα и εα плюс dεα. Величина π ρε от εα определяется формулой 9, называется плотностью вероятности для подсистемы имеет энергию εα. С учетом 8 запишем десятую формулу, то есть π ρεα определяется десятой формулой. Постоянная А определяется из условия нормировки, а постоянная β связана с температурой. Для упрощения рассуждений удобнее пользоваться представлением о дискретном распределении по различным состояниям. Будем в формуле 5 индексом А α-нумеровать различные состояния, в том числе и принадлежащие одному и тому же уровню энергии. Все возможные состояния системы образуют полный набор возможных состояний, поэтому должно выполняться условие нормировки. из которого вычисляется постоянная А с помощью 12-й формулы. Следовательно, каноническое распределение имеет вид, то есть определяется формулой 13. Пусть f некоторая величина, которая в состоянии α имеет значение fα, ее среднее значение определяется формулой 14. Особенно большую роль играет среднее значение энергии системы, то есть среднее значение ε определяется формулой 15, где z равняется сумме от αe минус β εα, то есть 16-й формулой. Называется статистической суммой. Она играет очень большую роль, поскольку с ее помощью выражает многие важнейшие величины статистической физики. Статистическая сумма – важнейшая характеристика системы, поскольку эта сумма есть результат суммирования по всем микроскопическим состояниям. Она не является функцией какого-либо одного из них, а представляет собой функцию всех этих состояний одновременно, то есть функцию параметров, характеризующих микроскопическое состояние. Тем самым статистическая сумма позволяет выразить параметры, описывающие микроскопическое состояние системы, через величины, характеризующие ее микроскопические состояния. В канонической системе они легко вычисляются с помощью формулы 14 для средней величины. Пример. Вычислить среднеквадратичное отклонение энергии от среднего значения с помощью статистической суммы и найти относительную величину функтуации. Поступая аналогично 15, находим среднее значение ε2. Далее получаем ε минус ε среднее в квадрате. Можно определить с помощью ε2 среднее и ε среднее в квадрате. С помощью следующей формулы. Считая, что энергия системы пропорциональна полному числу частиц, то есть ε равняется n, находим, что среднее значение квадрата ε минус ε среднее, деленный на ε квадрат, и его степень 1,2 равняется 1, деленный на n в корне. Перейдем к вопросам для закрепления. Что следует из определения канонического ансамбля? Частицы в разных системах ансамбля находятся в различных состояниях пол. Как называется важнейшая характеристика системы? Среднее значение некоторой величины и состояния α имеет значение f от α. Равно... Спасибо за внимание.